Встреча с зрителем 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 Наталья Сергеевна Вопрос со Славой Апухтиным Решился Больше скрывать нельзя Надо сказать Андрею Михайловичу Вы его Отдали Наталья Сергеевна Я ведь месяц бился Он сам ушел Я говорю Не смей уходить из театра Я умолял Я стыдил Грозил В ногах валялся Комсомол на ноги поставил Ничего Это же убийство Это же преднамеренное убийство И вы его участник Наталья Сергеевна Если вы солдат Выносите командира из боя невредимым Надо падайте на него Прикрывайте своим телом Вот ваша миссия Хотите знать Наиважнейшее Хотите знать Единство Наталья Сергеевна Выпейте пожалуйста Выпейте Да вы Да вы понимаете Кого вам дала судьба Небогатого 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 Дойдет Когда его уже не будет Вот тогда начнут Диссертации сочинять Труды научные Монографии писать Мозг Взвешивать В искусстве станет скучнее На полголовы ниже Нет Это Убийство Это Преднамеренное Убийство Художник Тут Что-то не то Тут Тут Кто-то плетет Тут паутина Замешан Кто-то Кому-то надо Дантесы Уколы Ножевые раны Выбить из седла Перебить ноги Сломать хребет Отнять у него Первого актера Отнять у него Опухтина И отнять сейчас Когда у него Неуд... Как вы себя чувствуете? Превосходно А вы? Тоже Мерили? Нормально Отлежаться Отлежаться И курить, и курить Андрей Уезжали Тут По вас Соскучились Почему директор здесь Когда идет спектакль? Андрей Михайлович Дела У директора театра одно дело Быть в театре Двадцать четыре часа в сутки А еще прекраснее Сорок восемь Кстати, на креслах Пандера пыль Я провел ладонью за пачкой Где моя серая бабочка? Я вчера искал Сегодня Не знаю Можно Почему вы не в театре? Сегодня Слава Богу Играет его величество Дублер Стой Ты мне нужен А вы мне нет Такой Во всяком случае Что Нынче опять полсбора Опять в портер согналы Ярусы и галереи Находчивы У нас ходят только на оптимистическую Нас уже дают в нагрузку Красные меценаты Они-то ведь вот за мостом Мы в центре И нас им дают в нагрузку Один билет на Галилея Два на Ромео и Джульетту Два на Галилея Четыре на Ромео и Джульетту Дожили! Перестаньте ей худо Да ведь он мне царя Эдима обещал Где царь Эдим? Где? Ты много выпил Твоя доля, Наташа Хозяйка театра Я ведь Антон Антонович Так и величаю Хозяйка театра Только раньше с любовью А теперь С чем хочешь, Наташа Только Не богатов Не обожитель Ты, Наташа, ты А я вопреки Люблю И поэтому Прямо В театре худо Худо Ведь вот ты хотела быть его добрым гением А стала злым Перестаньте Завтра Будешь жалеть Буду Буду, но правда Правда, Наташа Ты создала вокруг него зоны пустыни Несчастый, ведь кроме меня ему никто правды Так растят деспотов Деспотов, которые рубят головы на комысляще И мне срубят головы и тебе Так и не нашлась серая бабочка Давай, давай, не бойся Храмов Боятся Тебя А ты Не в его ботинках в чете кланяться выходил Не храмов тебе Слезы утирал кулаком Когда ты Годунова Завалил в Грозном Твоя доля, Наташа Твоя Не троньте небогатого Наша задача беречь небогатого Товарищи Мы же пропадем без небогатого А вот небогатов-то Стал помаленьку Загнивать А в ярусе вчера опять шумел пьяный Вызвите всех билетеров Запишите, пожалуйста Я запомню Запишите, пожалуйста Хочешь заявление об уходе, да? Дайте блокнот Согласен Небогатов Потом запомню Почему на премьере не были? Ам там Ах да Опять исчезали И опять и спрашиваю куда Когда-нибудь все в газете прочтем и узнаем Ну, я пошел Зачем? Спектакль-то кончился? Нет, я по набережной продышаться А ведь уйду Уйду, Андрюха С кем останешься несчастный? Я уйду Славку ушел, керасту И это тебя скрывают Царедворцы Андрей Михайлович И лимонов в буфете нет А в городе полно лимонов Я проверял специально Так приходите на спектакль, Антон Антонович Спасибо, Андрей Михайлович Курите, пожалуйста, поменьше Вас ждать? Ну, не стоит А может быть все-таки Подождать? Вы нездоровы, зачем? А все-таки Не надо, дорогая Ну, ладно Андрей Михайлович Не уходите Что с вами? А впрочем До свидания 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 Я часто думаю о том, из чего складывается актер Вот мои руки, глаза, мое лицо, моя фигура, а главное, впечатления, которые я получаю от жизни. Вот мои детские впечатления. Почему-то в пять лет меня отдали в католическую гимназию, у меня его французский пансион. И я помню, что я очень плохо писала. Мне решили однажды наказать. Титратку с моими каракурами и кляксами мне пришпилили к моему фарточку, и в наказание заставили меня ходить во время большой переменки, чтобы все видели, какая я клякса. Я ходила, и это было ужасно. Это было так унизительно, так противно, что надо было показывать всем мои кляксы, что я не выдержала и куда-то побежала наверх в дуртуар, чтобы вскрыться от этих глаз и от этого позора. Когда я бежала по лестнице, вдруг я остановилась, потому что в нише я увидела Мадонну с ребенком, стоящего весь рост. И эта Мадонна на меня смотрела и мне улыбнулась, как бы сказав, что девочка, ну что ты, ты не клякска, ты девочка. Это было чудо. Горели свечи, и были добрые глаза Мадонны. Я успокоилась. Потом я вспоминаю еще такой случай, но тоже совсем другое. Это было, мне было лет шесть, я играла тогда в пьесе «Кукольный переполох» роль гусара. Меня одели в гусарский костюм, у меня был кивер, расшитый мундирчик. И вдруг я поняла, что все девочки ко мне как-то странно относятся. Не как ко мне, а как к мальчику, гусару, защитнику. Я почувствовала, что я не я, а я гусар, я мужчина, я мальчик, я что-то другое. Наверное, оттуда уже, конечно, невольно, я поняла, что это такое перестать быть самим собой, а войти в образ. Конечно, тогда я этого не поняла. Всю жизнь меня волнуют глаза и голоса людей. Однажды после спектакля «Принцесса Турантут» к нам в голубое фойе пришел Федор Иванович. Мы сели вокруг на полу и ждали, что он что-нибудь споет. А он вдруг начал говорить, вернее, начал думать вслух монолог Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Все это так же ясно, как простая гамма. Еще один человек, маленький, некрасивый и необыкновенно интересный и добрый. Его руки, они могли рассказать все. Если я его видела, день был не потерян. Это был Соломон Михайлович Михайлович Михайлович. Я очень хорошо помню последние репетиции «Турантут», которые вел умирающий вахтап. Он сидел, обвязанный полотенцем. Трудное, голодное время. Умирающий человек репетирует сказку. Я стараюсь понять каждого человека, догадаться, чем он живет, что его радует, что его огорчает, о чем он думает. Актер – это тот человек, который играет людей. Значит, ты мой материал. Я узнаю, что ты хочешь знать. Мне это интересно. Я думаю об этом. Я запоминаю тебя. И когда я играю, я стараюсь вернуть тебе то, что ты мне дала. Вот когда, особенно летом на отдыхе, ее, так сказать, одаревает бесконечное количество образов, которые она нам иногда показывает. Это так поразительно, так неожиданно и, с одной стороны, смешно. Иногда страшновато. Это неисчерпаемый еще источник ее возможности. Я назвал свою пьесу «Вдова полковника». Пусть на меня не обидятся наши уважаемые военные, я мог бы с таким же успехом и с большим или меньшим основанием назвать ее вдовой академика, или же вдовой директора, или же вдовой композитора, или вдовой народного артиста и так далее, и тому подобное. Просто в моей пьесе речь идет о тех мужьях, чьи жены отнюдь не увеличивает их заслуг перед человечеством. Ну, как вы сами легко сможете сейчас убедиться, моя героиня вполне прилично сохранилась. Живости и пышности у нее не меньше, чем у «Золотой осени». О ней заботятся ее врачи, которые ничего не знают. Ее парикмахер, который знает почти все. Ее косметичка – это единственный человек в мире, за которым вдова признает право на умственное превосходство. Так вот, вдова только что выписалась из больницы, потому что врачи ничего не знают. И, кроме того, нужно было срочно уступить койку в палате для ее лечащего врача, который только что пережил тяжелое нервное потрясение. Бессонница, галлюцинации и всякие другие призраки с латинскими названиями, среди которых первую скрипку, конечно, играла вдова. Тихо. Вдова. Понимаете, что-то вдруг у меня пропал сон. Нет, перед обедом-то я сплю два часа. После обеда еще три. На ночь плотно ужинаю, а вот сна почему-то нет. Ложусь на правый бок – плохо, ну, налево – еще хуже. На спину, на живот, но не с плюда, и только прям, прям хоть любовника требую. И чувствую. Душа у меня как-то расцветает, дает о себе знать. И такое во мне беспокойство. Такие во мне страсти. Такое странное оттомление, будто я молодая девушка. И мне до того хочется, до того хочется. Не то селедочки, не то пирожного. Какое-то странное желание. Что-то сделать, подвигаться, приложить физическую силу. То ли сковородкой кого-нибудь обреть, то ли пробиться в трамвай к выходу. А ведь никого же нет. И трамвая тоже нет. А есть только эта чертова больница. И мой полковник, почему-то вспоминается. Полковник, как мы с ним жили. Сколько у него было так-то, подношно я не ко мне. Он не мог отказать мне ни в чем, ни в чем. Нет, один-единственный раз он был со мной груб и бестактен. Кошка, соседская кошка, повадилась лазить ко мне в погреб. Ну, плохая, невоспитанная кошка из плохой семьи. Объела хвосты у двух моих судаков. Ну, я решилась ее убить. А она мне не попадалась. Три дня. Вот с таким камнем, с таким камнем, я ее подстерегала, только нервы себе портила, как отлучусь на минутку. Я что ж человек, понимаете? Как она уже в погребе. И тогда я сказала полковнику, мой милый, говорю я полковнику, ты не хочешь, чтобы твоя жена попала на Канадчикову? Нет, говорит полковник, и смотрит на меня с обожанием. А что есть надежда, говорит полковник? Когда я взяла его за плечи и спросила, любишь меня, полковник? Да, отвечает полковник. Это генерал. Я всегда так говорю, но когда он был молодым, выполняй мой приказ, пушись, говорит полковник, а сам в душа надеется, что отделались от меня парой чулок или отрезом на платье. Но я метила куда выше. Слушай, у тебя, у кого-нибудь из твоих знакомых военных в толку есть пушки? Есть. Тогда, мой дорогой, говорю я полковнику, и смотрю ему прямо в глаза. Завтра же ты прикатишь сюда противотанковое орудие и 10 снарядов. Зачем? Вы знаете, он у меня редко удивлялся, но тут почему-то удивился. Зачем тебе противотанковое орудие, любимое, сказал я полковнику. Соседская кошка пожирает мои судаки и мои нервы. Я решил ее застрелить из пушки с эффектом с прямой спиной. И вот это был единственный случай, когда он обозлился и стал кричать на меня. Я подобрал тебя на улицу, кричал полковник. Ты была глупа, как сапог, орал полковник, сказал я ему. Пускай ты подобрал меня на улице, пускай я была глупа, как сапог, но теперь-то я. Жена полковника, надо помнить, с кем ты разговариваешь. Так я ему сказала. Другие мужья совершают ради своих жен всякие безумства. Убивают, если это идет на пользу. Воруют, если любят по-настоящему. Делают долги, если нет другого выхода. Забираются по водосточной трубе на четвертый этаж, чтоб прошептать одно единственное слово. Люблю. А я у тебя, полковник, прошу всего-навсего пушку, чтобы застрелить кошку. И ты сразу становишься бестаптным. Ты любишь, как фальцебель, полковник. У тебя нет никакой широты. Так вот, я продолжаю свой разговор. Когда я начал... Вы что тут вмешиваетесь? Простите, я автор. Автор? Аннуночка, вы эту фьесу написали? Да, я написал эту фьесу. Деньги получили? Ну, знаете, могу. Расписались? Я вас умоляю. Ну и хватит. Сделай свое дело и убирайся. Позвольте, позвольте. У меня пьеса. А у меня связи. Ну, знаешь что, я тебя породил. А я тебя убью. Брысь. Какая бестактность. Музыка. 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 Когда я кончила школу, я стала думать, кем мне быть, куда мне пойти. Я решила поступить в университет на философское отделение. Почему на философское? Потому что слово философия меня манило какой-то загадочностью, какой-то таинственностью. Я решила, что я буду философом. И я стала посещать лекции. И вот тут выяснилась одна ужасная вещь. Профессор читает лекцию. Я на него смотрю и ничего не слышу и ничего не понимаю, что он говорит. Я только смотрю на него и думаю, почему он какой-то такой бледный, какой-то тяжелый, медленный. Может быть, он болен. Может быть, у него какие-то неприятности. Может быть, с ним что-нибудь случилось. В общем, короче говоря, я поняла, что никакого философа из меня не получится. Потому что я все время играю человека, который передо мной. Я поняла, что мне надо пойти в актрисы. Куда? Родители были не в восторге. Знакомых актеров у меня не было. И тогда я решила, что я пойду держать экзамен по все студии города Москвы. Я выучила «Ветер Верхарна», «Две собаки Крылова», «Пир во время чумы» Пушкина, «Песня о Соколе Горького». И с этим я отправилась держать экзамены. В Малый театр меня не приняли. В Камерный ни в коем случае. В Художественной я сама не пошла. Побоялась. И я отправилась в Шаляпинскую студию. Меня экзаменовали Леонидов и Дикой. Был очень большой наплыв, человек пятьсот приняли только двоих, в том числе меня. Это было большой радостью, но когда я подумала о том, что я буду здесь заниматься, мне очень почему-то не понравилась атмосфера в этой студии. Люди какие-то были очень... Девочки были все какие-то накрашенные, все какие-то суетливые, все время ели пирожные, куда-то торопились. Мне показалось, что это что-то такое очень несерьезное. Мне хотелось, чтобы было скромно, просто, серьезно. И я решила пойти в Вахтанговскую студию. Читала я... Пушкин пир во время чумы. Начинается так. Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматы и дружины своих морозов и снегов и так далее, и так далее, Пушкин пир во время чумы. Когда могущая зима, как мордой вождь, ведь... Извините, пожалуйста, можно мне еще раз? Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматы и дружины. Боже мой. Простите, пожалуйста, можно мне еще раз? Пожалуйста, пожалуйста. В слове, я прочитала еще один раз, и со мной случился еще раз такой же ужасный заплитык, и я поняла, что все погибло. А экзаменовали меня сам Вахтангов и 12 старших студийцев, центральный орган. Что, собственно говоря, нас смущало? То, что она была ни на кого не похожа. Эта девчонка, толстенькая, такая, знаете, смешная, растрепанная. И вдруг это она выдала с таким огромным темпераментом вархарновские стихи. Я не помню, что она еще читала. И чувствовала, что это одаренное явление. Но не было ясно, что же с ней будет дальше. В каком направлении будет развиваться ее дарование. И каковы, так сказать, пределы его. Но есть актрисы, которые сразу становятся вроде как похожи на кого-то, и зная, что они будут героинями, а вот это характерными. это часто бывает такое, когда обезьянье природа одерживает верх у актрисы, а верх никому не подражала. Она была сама. И вот это своеобразие ее и поставила в тупик. У меня было ужасное настроение. Я провалилась. Меня не приняли туда, куда я мечтала попасть. И вдруг я случайно узнаю, что меня вызывает вахтангов на разговор. Я ужасно взволновалась, стала готовиться к этой встрече, стала что-то такое делать своей головой, накрутила попельетки, старалась быть аккуратнее и пошла в театр. Но перед тем, как перейти улицу, хлынул страшный дождь, и все мои попельетки размокли. У меня не было времени, чтобы поправить свою прическу, и мне пришлось войти в кабинет Вахтангова вот так, как я была. Он на меня посмотрел и спросил, как вы относитесь к дисциплине. Я подумала, что ну вот, все, он, наверное, все про меня понял, он понял, что я опаздываю, что я рассеянная, он понял все мои грехи, почему-то он меня не просит почитать, но я сказала, что я очень хорошо отношусь к дисциплине и ушла. В общем, большинство было за то, чтобы ее принять, ее приняли, а дальше началась ее удивительная жизнь в школе. Вот много говорят о ее недисциплинированности, ну да, конечно, это своеобразная недисциплинированность, ну, скажем, ну так, ну как, вот она сыграла роль первую свою и вдруг забыла, что у нее второй акт еще есть, она спокойно оделась, пошла на улицу, схватили, вернули, заставили переодеться и продолжать. Вот, потом озарство, озарство, у нее неисчерпаемый источник такой, понимаете, энергии, который должен найти какой-то выход. И когда нет материала, когда скучно, когда нет роли, то бесконечное изобретательство и иногда граничившее даже с некоторым хулиганством. И там, в студии, я встретила человека, который стал моим учителем на всю жизнь. и КОНЕЦ Если говорить о том, трудный или легкий она партнер, то и тут ответ неоднозначен. Я подумал, не прибавить ли к ее портретке негативные штрихи, чтобы все звучало крайне объективно. Но для своей темы я таких штрихов пока что не нашел. Но можно сказать, что она партнер трудный, и это, если хотеть, будем считать негативным. И капризный подчас, потом еще, а иногда и вспыльчивый, что еще хуже. И вот все эти качества обнаруживаются в Вере Петровне тогда, когда ей кажется, часто очень справедливо, что партнер уходит от живого общения. Она органически не переносит фальши и подделки вот в этой области. У нее одно еще есть примечательное качество среди прочих многих хороших, что она актриса и партнер, ищущий непрестанно, на любой проходной, так сказать, репетиции, на любом рядовом спектакле, всегда. Ну, лицо и вообще грязное, неумытое, понимаешь, вот это вот. Вот как это сделать? Ну, как это сделать? То есть надо умирать от неловкости, наверное. Ей хочется быть красивой, а ей вилят в своем некрасивом костюме, понимаешь, говорят, что это именно так надо. Я говорю, что я хочу подпоясаться, у меня живот торчит. Они говорят, это хорошо, что вы грязные. И вот тут я с досадой, бывает, думаю о том, что Вера Петровна, вкусив, так сказать, от масштабности, значительности, духовности своих знаменитых героинь, гораздо менее ценит себя вот в том качестве, которое я в наших рабочих разговорах называю одним словом «рыжий». Я ей сейчас говорю, ты, прирожденный рыжий, тебе клечатую кепку, вот такие башмаги и на арену. Настолько она возбудима в сфере комедийного, эксцентрического буфона, словом, во всем, где весело, комедийно и смешно. Вальс, господа! Перевоплевоторда, ангаже фордо! КОНЕЦ Ох, ох, мне душно! Ну, махайте, ну меня махайте! Дайте мне поэзии, восторг, дайте мне буру. Нам крест тяжелого страданья, взамену счастья должно несть. Не плачь, не плачь, мой друг твоей рыбанья, душа не в силах верней. КОНЕЦ 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 Не видеть у меня твоих лап за ней, не слышать мне твоих речей, не разделять тобой твоих с трудомей, и тихой радой… Поэтому, ну, Максимович, что же это вы, зеланхолий, и тихой радости твоей, ради жениху можно так, как вам не стыдно, противный? Тебя не вырвут у меня на век зимой, а я твоя. Тебя не вырвут у меня на век зимой, а ты моя. Надо сказать, что Вера Петровна вообще боится каждой новой роли. Мне всегда кажется, что она ее не сыграет. И вот так было и с Машенькой особенно. Она поначалу отказалась играть, она сказала, ну, как я, актриса, уже далеко не девочка, вдруг буду играть 15-летнюю девочку. А я почему-то поверил в то, что она может это сделать. Она сказала, ну, давайте сделаем так, пусть будут еще однозначно актрисы, давайте пробовать молодых, а я там поищу. И вот начались ее поиски. Она оделась какой-то, дошла какой-то костюмчик такой, знаете, такой подходящий, школьный. И вот она стала бродить, так что-то, какая-то нога у нее как-то там такая нескладная. Она искала вот эту неуверенность подростка, неустроенность, когда она не знает, как себя вести в жизни. Александр Николаевич был настоящим драматургом, который любил театр, любил актера. Он просто был восхищен совершенно тем, что делала Вера Петровна. И он сейчас же вносил в текст все ее находки. За каждую находку он платил двадцать копеек. Вера Петровна сколотила большое состояние. Почти одновременно с Машенькой я сыграла совсем другую роль. Товарищи депутаты, вот стою я перед вами. Простая русская баба. Стоп. Хорошо, Вера Петровна, вы впервые в жизни были в такой аудитории. Немножко больше растерянности, больше растерянности. Хорошо. Товарищи... Одну минуточку, Вера Петровна. Говорите чуть-чуть правее. Метровые дайте немножко левее, чуть-чуть левее. Вот так, хорошо. Сейчас я думаю, давайте я ползаю. Анна Александрович, извините. Вера Петровна, не опускайте, пожалуйста, концы фраз. Можете снимать, Александр. Хорошо. Давайте сигналы. Ну, можно? О, да. Сигнал тишины. Хорошо. Номер. Внимание. Мотор. Давай, Саша. Есть мотор. Наш театр был в Ростове-на-Дону. И я получила сценарий с приглашением приехать в Ленинград на студию Ленфильм, чтобы попробоваться в роли Александры Соколовой в фильме «Член правительства». Когда я прочитала этот сценарий, я очень обрадовалась и ужасно расстроилась. Потому что в сценарии Виноградской Александра Соколова была написана женщиной громадного роста, с волнистыми волосами и с усмешкой красоты на лице. Росту я, как вы видите, среднего, волнистые волосы, с трудом. Ну, усмешка, усмешка есть насчет красоты очень спорно. Ну, думаю, такая роль. Потом в Ленинграде я никогда не была, а тут, значит, проезд туда и обратно бесплатно, суточный, гостиница. И, может быть, один шанс, что я буду сниматься в этой замечательной роли. Думаю, поеду. Приезжаю в Ленинград. Стою около вагона. Думаю, сейчас подойдет директор группы, будут меня встречать. Может быть, цветочки принесут. Жду. Стою. Люди идут мимо, чтобы никто не подходит. Я думаю, что ж такое? Ага, значит, ждут женщину громадного роста. Я незаметно остановлюсь на цыпочке, стою. Тут кто-то уже начинает на меня посматривать, как-то так. Ну, опять никто не подходит. Что делать? Да, ведь усмешка красоты. Знаешь, что же, так стою, тут стали меня посматривать. Ну, как так? Ну, что это такое? И никто опять не подошел. Никого нет. Куда деваться? Выхожу на привокзальную площадь. Ну, в словом, тут добрые люди помогли мне добраться до Ленфильма. В студии мне предложили пройти в кабинет директора. Сказали, посидите тут за столиком, почитайте что-нибудь, займитесь. А мы пока приготовим павильон для кинопробы. Я зашла за этот стол и вижу, лежат три телеграммы. В первой написано, похудела на 15 кило. Ела одну морковь. Готова сниматься роли Александра Соколовой. И подпись очень хорошей, но очень полненькой ленинградской артистки. Вторая телеграмма. Роль нравится, приеду с удовольствием. И подпись актрисы, которую я очень люблю. Знаменитой украинской артистки. Высокой, красивой. Словом, то, что нужно для этой роли. И потом третья телеграмма. С удовольствием приеду, театр отпустит, роль нравится. И подпись очень хорошей артистки художественного театра. Они подходят больше, чем я. Совершенно ясно, что будет сниматься кто-то из них. Но что делать? И думаю, я приехала, буду играть. Снималась сцена возвращения мужа. Слова такие. Муж мой милый, жемчужинка ты моя. Вернулся ты ко мне. И так далее, и так далее. Значит, Вербстровна, вы готовы? Приготовились? Начали! Я говорю, нет. Почему? Я говорю, вы мне предлагаете сыграть сцену, интимнейшую, нежнейшую сцену возвращения любимого человека. Я должна говорить ему вот эти слова. Я говорю, а кому же я буду их говорить? Я говорю, мне нужно, чтобы рядом со мной стоял человек. Чтобы было что-то материальное. Ну, чтобы я могла, может быть, даже прижаться щекой к его плечу, смотреть в его глаза. Ничего не нужно, чтобы этот человек. Это, может быть, осветитель, там, я не знаю, режиссер, помощник, рабочий, кто угодно. Но лишь бы рядом со мной стоял человек. Режиссер говорит, что, Вера Петровна, ну, вы же артистка, вы должны вообразить. Я говорю, я могу вообразить, но это будет хуже. Ну, поставьте кого-нибудь рядом со мной. Неужели это так трудно? А мне это поможет. И тут, знаешь, он сказал ассистенту, из архива, по-моему, он сказал, под ним встанется, подыграй. И он говорит, ассистент, скажем, как он станет, а чем он остановится? Так, что, рапускай не играть. В общем, начался какой-то такой спор. В конце концов, ко мне подошел ассистент, и страшно злой, ненавидящий физиономию, спросил, ну, где остановиться-то? Как мило вот вашего играть. Я говорю, встаньте, пожалуйста, вот рядом, спиной, ничего не делайте. Просто стойте спокойно. И не бойтесь, если я до вас затронусь. Приготовились! Начали съемка! Муж мой, милый, жемчужинка твоя, вернулся ты ко мне. Ой, муж мой, милый, батюшка ты мой, вернулся ты ко мне, жемчужинка ты моя. А я уж тебя маленько подзабывать стала. А все зову, зову ночами-то. Приезжай, приезжай. Ой, счастье-то какое. Да что это я? Обедал. Ой, да что же это я? Да нет, Саня, спасибо, я не хочу. Нет уж, поешь. Небось проголодался в дороге-то, а? Что-то воскресенье сегодня? Пятница. Ну как, к нам? Совсем или? Нет, нет. На детей пришел поглядеть и на тебя. Как вы тут живете? Играла я совершенно свободно, потому что я знала, что в этом доме мне больше не бывать. Съемка кончилась, меня посадили на поезд и отправили в Ростов. А через две недели я узнала, что я утверждена на роль Александра Соколовой в фильме «Член правительства». Думала я, думала и решила. Посылай его в город учиться на агронома. Здрасте. То не пущу, а то посылают. Организация. Ты же сам просился-то. Эх, в мире ни одной двери. Сегодня нельзя, завтра давай. Надо ехать. Ты комсомол. Так я что? Я момент. Дусь. Поедем. Погоди, погоди. О ней и завтра переговорим. Утром и вечером мудренее. Так ведь есть же у нас Федот Петрович. Да, есть ведь у нас Федот Петрович. Федот Петрович. Федот, да не тот. Выучится на ученого. Будет у нас свой, образованный, не хуже других. Ну, а против тебя пойдет? Ты его и спать с собой не пускай. Куды вода потекла, туда и лейся. За все, как есть на свете. За любящих, за нищих и бедных, за всех, кто в люди выходит. Горько, подсластилька. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Братцы, сейчас, сейчас. Братцы, сейчас, сейчас. Братцы, сейчас, сейчас. Братцы, сейчас, сейчас. Братцы, 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 сейчас. Братцы. Братцы, сейчас. 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 Я научу вас мечтать. Братцы, сейчас. Братцы. Я научу вас мечтать. Братцы, сейчас. Братцы, сейчас. Братцы, сейчас. Братцы. Чего же ещё рассказывать? Сына. Мальчик. Запорят насмерть. Или он сойдёт с ума? Как донести? Как прожить? Случилось дело дивное. Пастух ушёл. Федотушка при стаде был один. Сижу я, так рассказывал сынок мой, на пригорочке. Откуда ни возьмись, волчица преогромная и хвать овечку Марьину. Пустился я за ней, кричу, хнутищем хлопаю, свищу олетку, уською. Я бегать молодец. Пошла потише, серая. Идёт, идёт, а глянется, а я как припущу. И села. Я кнутом её, отдай овцу, проклятая. Не отдаёт, сидит. Я не срубел, так вырву же, хоть умереть. И бросился, и вырвал. Ничего не укусила серая. Под ней река кровавая, с усцы травой изрезаны все ребра на щиту. Глядит, поднявши голову мне в очи. И завыла вдруг, завыла, как заплакал. Ушопал я овцу, овца была уж мёртвая, волчица. Так лежала бы, глядела, выла. Матушка, я бросил ей овцу. Так вот что с парнем сталося. Пришёл в село, да глупенько и всё сам рассказал. Зато и сечно думали, да благо подоспела я. Силантий осерчал. Кричит, чего толкаешься? Самой подросге хочется. А Марья, та своё, дай. Пусть проучит глупого и рвёт из рук Федотушку. Федот, как лист, дрожит. Рубят рога охотничьи. Помещик возвращается с охоты. Я к нему не выдай. Будь заступником. В чём дело? Кликнул старосту и мигом порешил. Подпаска малолетнего по младости, по глупости простить. А бабу дерзкую примерно наказать. Ай, барин, я подпрыгнула, освободил Федотовку. Иди домой, Федот. Исполним повеленную, сказал мирянам староста. Ай, погоди, плясать. Соседка тут подсунулась, а ты бы в ноги старости. Иди домой, Федот. Я мальчика погладила. Смотри, коля глянется, я усержусь. Иди. Из песни слово выкинуть, так песня вся нарушится. Легла я, молодцы. Идут аву коморочку, как кошка я прокралась. Спит мальчик, бредит, мечется. Одна ручонка свесилась, другая на глазу, лежит в кулак зажатая. Ты плакал что-то, бедненькая? Спи. Ничего, я тут. Слушай, ведь был же у тебя соблазн уйти от Завадского? Соблазны были. В Амхате Юрий Александрович играл Чацкого. И вот в Антракте я пошла к нему за кулисы и встретила Константин Сергеевича Станиславского, который меня спросил, почему вы не хотите поступить к нам в театр? Потом в студии шел спектакль «Школа неплательщиков». Я играла Бетти Дорландж. И на этом спектакле присутствовал Всеволод Эмильч Мейерхольд. В Антракте нас пригласили к Юрию Александровичу в кабинет. Туда пришел Всеволод Эмильч, поцеловал Абдулова и меня. Ну, Абдулова дома заставили помыться, а я три дня не смывала грим с того места, куда меня поцеловал Мейерхольд. И через несколько дней я получила большую корзину цветов с официальным предложением работать у Всеволод Эмильч. Но для меня уйти от Завадского невозможно. Вера Петровна, только откровенно. Ты тщеславна? Когда-то я была в Париже, и знаменитый французский режиссер Шарль Дюна показывал мне ложу Сары Бернар. Я увидела ее зеркало, грим, которым она гримировалась, диван, на котором отдыхала эта великая трагическая актриса. И вот через несколько лет, как вы помните, театр Моссовета приехал в Париж, в театр Сары Бернар, играть дядюшкин сон Достоевского. Я играла Марью Александровну. Вы, Ростислав Янович, в это время смотрели «Ночной Париж», а я была по спектакле. Послы, министры, знаменитые критики, гимны. Я волнуюсь ужасно. Ну, первый акт я играю, все проходит хорошо. А во втором, да, я чувствую, что у меня от волнения начинается сердечный приступ. Я теряю голос, теряю дыхание и думаю только об одном. Боже мой, только бы мне не умереть на публике, только бы мне умереть за кулисами. Я еле договариваю последние слова, выхожу за кулисы и говорю только одно слово. Валидол. Меня хватают на руки, куда-то несут, открывают запертую дверь и куда-то кладут. Я открываю глаза и вдруг я вижу, что я в ложе Сара Бернар лежу на ее диване. И тут у меня только одна мысль. А все-таки неплохо умереть на диване Сара Бернар. Будет о чем поговорить в Москве. Я теряю сознание. В таком случае, мадам, я позволю себе приступить к изложению трех, в первую очередь, основных признаков, которые наиболее рельефно обделяют даму высшее общество. Une femme du monde. Скажите, пожалуйста, вы играете в карты? Вы дурака, а? Нет, нет. Дурак это не игра для высшее общество. Бридж. Как? Ну хорошо, ну попавим по слогам. Бр! Нет, это собачка не. Бр! Всё, собачка. Бр! Рыня! Бридж! Вы! 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 Дама без бреджа, это не дама из высшего общества. Если вы воспринимаете у себя дипломатический корпус. Понимаете? Дипломатический корпус без бриджа это не дипломатический корпус, несправно? Это чёрт знает что, а не корпус-то. Мадам, разумеется, курит. Нет, я не курю. Нет. И дым этого проклятого я просто не выношу. Придётся начать курить. Дама без папиросы? Это не дама из высшего общества. Я не могу. Я страшно кашляю от дыма. А вы знаете, мадам, что нюанс ради хорошего тона приходится пострадать. Но блеса ближе. Ближе. И, наконец, последний вопрос. Я вам предупредить, что это вопрос весьма деликатного свойства. Скажите, пожалуйста, мадам имеет любовника? Как? Простите, пожалуйста, вы за кого меня принимаете? Я вам только что сказал, мадам, что это вопрос весьма деликатного свойства. Прошу, поймите, дама безлюбленная, это не дама из высшего общества. Ну, я порядочная женщина. Все равно. В этом случае особенно ценно, поймите. Никому не интересно, если заводят очередного любовника, дама с большой практикой в эту область. Ну, этого ещё не хватало. Мадам, я вас смеюсь заверить, что вы можете стать дамой высшего общества и не фан-ди-монт только. Играя в бич, куя и имея любовника. Ну, знаете ли, это не так-то легко. Ну, ещё это самое, выпишек, курить, это ещё туда-сюда. Ну, это, знаете ли, любовник, знаете ли? Крешер, мадам. Хорошо. А госпожа Драга, она тоже училась высшему обществу? Конечно. И курить? И курить. А кто? Да, бавник, был, был, был. А кто был у неё задарником? Я. Вы? А госпожа Натта тоже обучилась брифжем? Аккуратнейшим образом. А вот у Натты кто рыбовником был? Я. Как? Тоже вы? Позвольте, как же так? Мадам, когда кабинет министров выходит в отставку, подаю в отставку и я. Ах, значит, вы только до тех пор, пока кто в правительстве. Ну, конечно же. Ну, я бы всё-таки хотела остаться в порядочной женщине. Ну, оставайтесь, по-моему, миша. Ну, как же оставайтесь, разбринценно. Вы знаете, вы меня что-то запутываете. Я уже, я уже, я не схватываю. Я вам предлагаю с последний раз объяснить. Поймите, совершенно неважно, будет ли у вас любовник в действительности. Важно, чтобы в высшем обществе считали, что он у вас есть. Нет, это нелёгкое дело, быть министершей. Вера Петровна, вопрос очень щекотливый. А как ты теперь относишься к дисциплине? А? Если я не смогу себя сосредоточить, отогнать от себя всё, что мне мешает стать другим человеком, зажить его жизнью, я не актриса. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ